Доброго всем здравия! Владимир Семенович Высоцкий весьма и весьма широко известен и очень популярен. За десятилетия, последующие после его ухода из явного мира, о нем, про него и его творчество, издано немало книг, выпущено множество документальных фильмов и телепередач. Но так уж вышло, что его личная жизнь, браки, разводы, дети, губительные привычки, бытовые перипетии были освещены в самых мельчайших подробностях. А вот его поэтическое творчество, его прозаические произведения и стихотворения отступили немного в тень. Конечно, они не забыты и даже очень популярны и любимы в народе, но в средствах массовой информации, в ротациях на радио, в основном циркулируют одни и те же песни и стихи. Я возьму на себя смелость напомнить или, возможно, даже познакомить слушателей нашего радио с менее известными и редко звучащими его стихотворениями. Хоть это сделать будет весьма непросто, учитывая популярность поэта. Подавляющее количество стихотворений автора писались как тексты песен и были положены им самим на мелодическую основу. Они стали очень известными и популярными песнями в авторском исполнении. Ведомо, что хорошие стихи и музыка имеют свойство к взаимопроникновению, да так, что отделить их друг от друга бывает просто невозможно. Поэтому я попрошу слушателей, насколько это будет допустимо, попытаться позабыть на время мелодии тех песен автора, кои будут звучать здесь как стихотворения. Итак, Владимир Семенович Высоцкий. Русский, советский поэт, актер театра и кино, автор прозаических произведений, автор-исполнитель своих песен на свои стихи под русскую семиструнную гитару. Лауреат Государственной премии СССР 1987 года. Посмертно. Родился поэт 25 января 1938 года в городе Москва. Тяга к творчеству у юного Володи проявилась в старших классах средней школы. А перейдя в 10 класс, он стал посещать драматический кружок в доме учителя. Впоследствии он поступил в школу-студию МХАТ, которую окончил в 1960 году. С 1964 года по 1980 он актер театра драмы и комедии на Таганке. Сыграл в театре более 20 ролей, в том числе такие значимые, как Лопахин в Вишневом саде, Галилей в Жизнь Галилея и Гамлет в водоименном спектакле по пьесе Шекспира. Как актер кино сыграл немалое количество ролей в художественных и телевизионных фильмах, из которых наиболее примечательны такие, как Радист Володя в фильме «Вертикаль», Иван Рябой в фильме «Хозяин тайги», Поручик Брусенцов в фильме «Служили два товарища», Араб Ганнибал в фильме «Как царь Петр Араба женил», Дон Гуан в телефильме «Маленькие трагедии» и, конечно, Глеб Жеглов в фильме «Место встречи изменить нельзя». Для некоторых из перечисленных и еще для многих других фильмов Владимир Семенович написал много песен и музыки. Правда, не всегда его песни по тем либо иным причинам попадали в окончательные варианты фильма. Теперь перейдем непосредственно к поэтическому творчеству автора, к его стихотворениям, и сразу же затронем тематику военных песен, многие из которых по своей сути не отрывны от темы родины, родной земли и ее защиты от ворогов. Стихотворение о земле Кто сказал, Все сгорело дотла, Больше в землю не бросите семя? Кто сказал, что земля умерла? Нет, она затаилась на время. Материнство не взять у земли, Не отнять, как не вычерпать море. Кто поверил, что землю сожгли? Нет, она почернела от горя. Как разрезы траншеи легли, И воронки, как раны, зияют. Обнаженные нервы земли Неземное страдание знают. Она вынесет все, Переждет, Не записывая землю в калеки. Кто сказал, что земля не поет, Что она замолчала навеки? Нет, звенит она, Стоны глуша, Изо всех своих ран и отдушин. Ведь земля – это наша душа, Сапогами не вытоптать душу. Кто поверил, что землю сожгли? Нет, она затаилась на время. Завершая военную тему данной передачи, Прозвучит стихотворение, В котором отображены суровая действительность войны И личная драма человека. Стихотворение «Письмо» Полчаса до атаки, Скоро снова под танки, Снова слушать разрывов концерт, А бойцу молодому Переслали из дому Небольшой голубой треугольный конверт. И как будто не здесь ты, Если почерк невесты Или пишут отец твой и мать. Но случилось другое. Видно зря перед боем Поспешили солдату письмо передать. Там стояло сначала. Извини, что молчала, Ждать не буду. И все, весь листок. Только снизу приписка, Уезжаю не близко. Ты ж спокойно воюй И прости, если что. Вместе с первым разрывом Парень вскрикнул тоскливо «Почтальон, что ты мне притащил?» За минуту до смерти В треугольном конверте Пулевое ранение я получил. Он шагнул из траншеи С автоматом на шее. Он разрывов беречься не стал. И в бою над сурою Он обнялся с землею. Только ветер обрывки письма Разметал. После этого стихотворения У елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, Пусть дождем опадают сирени. Все равно я отсюда тебя заберу Во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет Укрыт от меня и от света. И думаешь ты, что прекраснее нет, Чем лес заколдованный этот. Пусть не будет на листьях росы поутру, Пусть луна с небом пасмурным в ссоре. Все равно я отсюда тебя заберу В светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу, Ты выйдешь ко мне осторожен, Когда я тебя на руках унесу Туда, где найти невозможно. Украду, если кража тебе по душе. Зря ли я столько сил разбазарил, Соглашайся, хотя бы на рай в шалаше, Если терем с дворцом кто-то занял. В 1975 году Владимиром Семеновичем К художественному фильму Стрелы Робин Гуда Было написано шесть баллад. Это баллады о времени, О вольных стрелках, О ненависти, О коротком счастье, О любви и о борьбе. Они являются одними из музыкальных И поэтических вершин в творчестве автора. Но решением сценарной редколлегии Госкино СССР Было настоятельно рекомендовано Главному режиссеру фильма Не включать эти баллады В сам фильм. Причем с весьма нелицеприятными Эпитетами в адрес самих песен И о манере их исполнения автором. Вследствие этого и роль шута В этом фильме, шута Клема, Тоже не была сыграна Владимиром Семеновичем Высоцким. В художественный фильм Баллада о доблестном рыцаре Айвенга, Который был снят почти тем же Режиссерским и актерским составом В 1983 году, уже после смерти поэта, Вышеперечисленные баллады Были включены. Они по достоинству были оценены И зрителями, и слушателями. Но двум балладам опять не повезло, И по некоторым причинам В окончательный вариант фильма Они все же не попали. Одна из них сейчас прозвучит Как стихотворение. Стихотворение о двух погибших лебедях. Трубят рога, скорей, скорей, И копошится свита, Душа у ловчих, без затей, Изжил в оловьях свита. Ну и забава у людей Убить двух белых лебедей. И стрелы ввысь помчались, У лучников наметан глаз, А эти лебеди как раз Сегодня повстречались. Она жила под солнцем, Там, где синих звезд без счета, Куда под силу лебедям Высокого полета. Ты воспари, крыла раскинь, В густую трепетную синь, Скользи по божьим склонам В такую высь, куда и впредь, Возможно будет долететь Лишь ангелам и стонам. Но он и там ее настиг, И счастлив миг единый. Но, может, был тот яркий миг Их песни лебединой. Двум белым ангелам сродни К земле направились они, Опасная повадка. Из-за кустов, как из-за стен, Следят охотники за тем, Чтоб счастье было кратко. Вот утирают под солба Виновники падения, Сбылась последняя мольба. «Остановись, мгновенье!» Так пелся этот вечный стих В пик лебединой песни Их счастливцев одночасье. Они упали вниз вдвоем, Так и оставшись на седьмом, На высшем небе счастье. Немалую долю в творчестве поэта Занимают стихи шуточные. Но, как говорил сам автор, В каждой песне, стихотворении, Пусть и шутливых по форме, Обязательно и непременно Должна быть серьезная основа, Иначе рука не потянется к перу, А перо к бумаге. Стихотворение Жил-был добрый дурачина Простофиля. Жил-был добрый дурачина Простофиля, Куда только его черти не носили. Но однажды, как назло, повезло, И совсем в чужое царство занесло. Слезы градом так и надо, Простофиля. Не усаживайся задом на кобыле. Посреди большого поля Глядь, три стула. Дурачину в область Печени кольнуло. Сверху надпись Для гостей, для князей, А на третьем Стул для царских кровей. Вот на первый стул Уселся простофиля, Потому что он от горя Обессилел. Только к стулу Примастился дурачина, Сразу слуги Принесли хмельные вина. Дурачина ощутил Много сил, Элегантно ел, Кутил и шутил. Ощутив себя в такой бурной силе, Влез на стул для князей Простофиля. И сейчас же Бывший добрый дурачина Ощутил, что он Ответственный мужчина. Стал советы отдавать, Кликнул рать И почти уже решил воевать. Дальше больше руки грей, Ежели в силе. Влез на стул Для королей Простофиля. Разом руки Потянулись к печати, Разом топать стал Ногами и кричати, Будь ты князь, Будь ты хоть сам Господь, Вот возьму и прикажу Запороть. Если б люди В сей момент рядом были, Не сказали б комплимент Простофиля. Но был добрый Этот самый Простофиля. Захотел издать указ Про изобилие, Только стул подобных дел Не терпел. Как тряхнет И ясно Тот не усидел И очнулся Добрый Малый Простофиля У себя Насиновали, В чём родили. Стихотворение Про двух громилов Братьев Прова И Николая. Как в селе Прямо прячутся Хоть то нынче Мальчики вооруж И вооруж Все и ватагой навалились, кто багром, кто бытагом. Хватит, брат, обороняться, пропадать так пропадать. Коля нечего стесняться, колье начали ломаться, надо Коля нападать. По мужьям да по ребятам будут бабы слезы лить, Но решили оба брата с наступлением погодить. Гляди в оба, братень, со спины заходят, Может, оборотень? Да не похоже вроде. Дело в том, что к нам в селение напросился на ночлег И остался до успения, а потом на поселение ни к чемушный человек. И сейчас вот из-за крика ни один не услыхал Этот самый Горемыка что-то братьям приказал. Кровь уже текла ручьями, так о чем же речь-то? Бей, братьев! Но вдруг с братьями сотворилось нечто. Братьев как бы подкосило, стали братья отступать. Будто вмиг лишились силы, мужичье их попросило больше бед не сотворять. Долго думали, гадали, что блаженный им сказал. Как затылков не чесали, ни один не угадал. И решили, он заклятием обладает, видно. Ну а он сказал лишь, братья, как же вам не стыдно! Постепенно от одного стихотворения к другому Шутливости в них становится все меньше И на первый план проявляется и выходит вся серьезность людских проблем Неприглядность поступков, низменных страстей, глупость, лицемерие и тому подобное. Стихотворение про мангустов Змей, змеи кругом, будь им пусто Человек в выступлении кричал И позвал он на подмогу мангуста, чтобы, значит, мангуст выручал И мангусты взялись за работу Ни щадя, ни себя, ни родных Выходили они на охоту Без отгулов и без выходных И в пустынях, степях и пампасах Даже дали наказ патрулям Игнорировать змей безопасных И сводить ядовитых к нулям Приготовьтесь, сейчас будет грустно Человек появился тайком И поставил силки на мангуста Объявив его вредным зверьком Он наутро пришел, с ним собака И мангусты упрятывал в мешок А мангуст отбивался и плакал И кричал, я полезный зверек Но зверьков в переломах и ранах Все швыряли в мешок, как грибы Одуревших от боли в капканах Ну и от поворота судьбы И гадали они, в чем же дело Почему нас несут на убой И сказал всем мангуст престарелый С перебитой передней ногой Козы в Бельгии съели капусту Воробьи рис в Китае с полей А в Австралии злые мангусты Истребили полезнейших змей Вот за это им вышла награда От расчетливых наших людей Видно, люди не могут без яда Ну а значит, не могут без змей И снова змеи, змеи кругом Будь им пусто Стихотворение Переворот в мозгах Из края в край Переворот в мозгах Из края в край В пространстве много трещин и смещений В аду решили черти строить рай Для собственных грядущих поколений Известный черт С фамилией чертог Агент из рая Ночью внеурочно Отстукал в рай В аду черт знает что Что точно он чертог Не знает точно Еще ввернул тревожную строку Для шефа всех лазутчиков Амура Я в ужасе Сам дьявол на чеку И крайне ненадежна агентура Тем временем в аду сам Вильзевул Потребовал военного парада Влез на трибуну Плакал и загнул Рай Только рай Спасение для ада Рыдали черти и кричали Да Мы рай в родной построим Преисподней Даешь производительность труда Пять грешников на нос Уже сегодня Ну что ж вперед А я вас поведу Закончил дьявол С Богом Побежали И задрожали грешники В аду И ангелы в раю Затрепетали И ангелы толпой Пошли к нему К тому Который видит все И знает А он сказал Мне наплевать на тьму И заявил Что многих расстреляет Что дьявол Провокатор и кретин Его возня И крики Все не ново Что ангелы Ублюдки Как один А что чертог Давно перевербован Не рай кругом А подлинный бедлам Спущусь на землю Там хоть уважают Уйду от вас К людям Ко всем чертям Пущай меня Вторично распинают И он спустился Кто он Где живет Но как-то раз Узрели прихожане На паперте У церкви Нищий пьет Я бог кричит Даешь на пропитание Конец печален Плачьте старый млад Что перед этим всем Сожженье трое Давно уже в раю Не рай, а ад Но рай чертей в аду Зато построен Владимир Семенович Высоцкий Покинул явный мир Жарким летом 1980 года 25 июля Яркий, талантливый поэт Оставил нам в наследие Большое количество Стихотворений и песен В общей сложности Его перу Принадлежит более 850 поэтических Произведений И в завершении Этой передачи Прозвучит Стихотворение Про глупцов Этот шум Не начало конца Неповторная гибель Помпеи Спорвили Три великих Глупца Кто из них Из великих Глупее Первый выл Я физически Глуп Руки вздел Словно вылез На клирос У меня даже Мудрости Зуб Не взирая На возраст Не вырос Но не приняли Это в расчет Даже умному Эдак Негоже Ах Подумаешь Зуб Не растет Так Другое Растет Ну и что же К синяку Прижимая Пятак Встрял Второй Полно вам Загалдели Я Способен Все видеть Не так Как оно Происходит На деле Эх Нашел Чем Хвалиться Простак Недостатком Всего поколения И к тому же Все видеть Не так Доказательство Слабого зрения Третий Был Непреклоненный Груп Рвал лицо На себе Лез Из платья Я Единственный Подлинно Глуп Ни про что Не имею Понятия Долго Спорили Дни Месяца Но у всех Аргументы Убоги И пошли Три Великих Глупца Глупым Шагом По Глупой Дороге Вот и Берег Дороги Конец Откатив На обочину Бочку В ней Сидел Величайший Мудрец Мудрецам Хорошо В одиночку Мол Вел он Подступившим К нему Дескать Знаю Зачем Кто Такие Одного Только Я не пойму Для чего Это вам Дорогие Или Может вам Нечего Есть Или Мало Друг Дружку Побили Не Кажитесь Глупее Чем Есть Оставайтесь Такими Как Были Стоит Только Не спорить О том Кто Главней Уживетесь Отлично Покуражьтесь Еще А потом Так и быть Приходите Вторично Он Залез В свою Бочку Сторца Жутко Умный Седой Лохматый И Пошли Три Великих Глупца Глупый Глупенький И Глуповатый Удаляясь Ворчали В сердцах Стар Мудрец Никакого Сомнения Мир Стоит На Великих Глупцах Зря Не Выказал Стар Почтение Потревожит Вторично Его Темной Ночью Попросят Вылазьте Все Бы Это Еще Ничего Но Глупцы Состояли При Власти И У Сказки Бывает Конец Больше Нет На Обочине Бочки В Одиночку Отправлен Мудрец Хорошо Ли Ему В Одиночке Уверен Что И без Моих Рекомендаций Стихи И песни Владимира Высоцкого Широко Известны И горячо Любимы В народе Многие Из них Читаются Наизусть Поются И исполняются Под гитару И даже Под оркестры И все равно Скажу Читайте Их Делитесь Ими С друзьями С родичами Со всеми Вы Слушали Передачу Страницы Родной Поэзии С вами Был Виктор Маслов Желаю Всем Добра Быть Добру Субтитры